Здравствуйте! В эфире автомобильная программа «Зеленый фургон». Сегодняшний выпуск посвящен автомобильному спорту, а именно первому этапу национальной гоночной серии Кубок Лиманов. Продолжение следует... В этом году первый этап национальной гоночной серии Кубок Лиманов проходил в Крыму, в ПГТ Черноморское, неподалеку от именитого Тарханкута. Как всегда, организатор гонки Виткар Шаповалов был на высоте. Четко проведенная техкомиссия, предстартовый контроль пилотов, автомобилей, оформление документов, абсолютная прозрачность и понятность в проведении гонок и подведении ее результатов привлекают неизменно большое количество участников. Кубок Лиманов. Этапы Кубка Лиманов проходят, как правило, в очень живописных местах Украины. И это, вкупе с отличной организацией соревнований, неизменно привлекает большое количество спортсменов. Хотя им особо любоваться на красоты некогда. И тем не менее, для зрителей организаторы очень стараются, помимо самих соревнований, предлагая также развлекательную программу. Национальная гоночная серия Кубок Лиманов на сегодня практически единственное автомобильное соревнование, видеосъемка которых проходит с вертолета. Во многом, благодаря автоспортсмену и энтузиасту автомобильных соревнований Сергею Черному. Но вертолет для видеосъемок – это не единственная изюминка соревнований. Кроме того, в зоне техсервиса автомобилей работал Wi-Fi. Зрители могли слушать о ходе гонки в прямой радиотрансляции и смотреть в интернете результаты спортсменов прямо по ходу соревнований. Участников же наверняка порадовала основательно переделанная организаторами трасса, ставшая едва ли не вдвое шире и однозначно быстрее в сравнении с прошлым годом. Для зрителей самой приятной неожиданностью стал, пожалуй, огромный канал, аж 65 экипажей, включая три иностранных. Количество, доступное далеко не каждому этапу даже чемпионата Украины. Котчмар Юрий и его обеспеченный штурмар Томалькер Геевич. Один старт. Среди двух десятков полноприводных автомобилей, вышедших на старт ралли Черномор, были и опытные кубковые бойцы, и новички топового класса B8. Естественно, рассчитывать на то, что все они будут участвовать в борьбе за верхнюю ступень подиума, было бы наивно. Круг основных претендентов по большому счету ограничивался Юрием Котчмаром, Юрием Шаповаловым и Владимиром Петренко. Увы, Шаповалов из числа соискателей выпал достаточно быстро, допустив ошибку на втором спецучастке. Он моментально откатился вглубь турнирной таблицы. В дальнейшем Юрий показывал весьма неплохие результаты, особенно с учетом длительного перерыва, который был в его выступлении. Однако борьба за победу шла уже без него. Как следствие, Котчмар и Петренко разыграли для зрителей спектакль двух актеров. Как всегда, аккуратный Петренко радовал глаз академичной ездой и выверенными траекториями. Езда Котчмара была традиционно агрессивной и зрелищной. Однозначно сказать, чей стиль был более эффективным, было невозможно до самого последнего допа, перед стартом которого дуэлянтов разделяли ничтожные полторы секунды. В итоге победу с перевесом в 7 секунд одержал Петренко. Котчмар был на финише только вторым. Третье место на подиуме Абсолюта занял Николай Чмых, который продемонстрировал стабильный неплохой темп. Уступая лидерам порядка полсекунды с километра, Харьковчанин в то же время не подпускал к себе преследователей. Ефима Вожиевского, Дениса Сидорова и Николая Соболева. К сожалению, не досчитался пелетон серебряного призера предыдущего розыгрыша Кубка Лиманов Михаила Анисимова, которого подвел двигатель. Говоря же о борьбе в моноприводных классах, нельзя не признать, что порой она была и еще более напряженной, нежели в Абсолюте. Так, например, в классе П7 неподдельный интерес вызывал дебют Дмитрия Тананевича на новом для себя автомобиле Ford Fiesta, приобретенном им у Сергея Фаюка. Старт гонки для Димы не задался. Буквально в самом начале первого спецучастка у него обрезало привод, что привело к потере как минимум двух минут. Однако со второго допа и до конца ралли Тананевич показывал просто блестящий темп и сумел пробиться с 11-й позиции на вторую. Единственным, кого не смог опередить Одессит, стал Павел Гонтовой, одержавший уверенную победу в классе. Третьим стал Алексей Панов, для которого грунтовые трассы пока не стали столь же понятными, как асфальтовые. Откровенно порадовал явно возросшей скоростью Станислав Беседин, который не только выиграл гонку в классе, но и стал лучшим из пилотов монопривода в Абсолюте. Вторым в зачете ПС-6 стал Александр Кобзев, а вот третье место в конце гонки едва не ушло от Андрея Волошина, которого стремительно догонял дебютант класса Алексей Давиденко. На расклад сил в классе П-6 существенное влияние оказали как минимум два фактора. Во-первых, вынужден был пропустить ралли Черномор один из записных фаворитов лиманов Дмитрий Швеченко. Вот Швеченко не хватало однозначно, мы очень надеемся, что на следующих этапах мы обязательно с ним снова повоюем. Диме Швеченко и Ирине Пригодской большой привет, мы вас очень ждем для дальнейшей борьбы. Во-вторых, поздним вечером перед стартом гонки стало известно, что Ярославу Кадученко не успевают привезти его автомобиль. И действующему обладателю Кубка Лиманов пришлось ехать на арендованный ВАЗ-2113 с мотором 1,4 литра. Ко всему прочему, на третьем спецучастке у Ярослава также срезало привод, что вывело его из борьбы не только за победу, но и за подиум класса. Всем этим просто блестяще воспользовался прошлогодний бронзовый призер серии Павел Малов, которому в этот раз ассистировал хорошо известный штурман Андрей Николаев. Черкасско-одесский экипаж уверенно выиграл первые два спецучастка, создав себе комфортный отрыв от второго места. После чего тактически грамотно не стал наращивать темп и спокойно довел дело до победного финиша. Что интересно, самому пилоту о победе сообщили болельщицы на финальном КВ, как утверждает команда Павла. Ему до последнего не говорили о занимаемой позиции. Однако, если отрыв Малова от ближайшего преследователя составил более минуты, то схватка за вторую позицию закончилась как нельзя более драматично. На финальном спецучастке Алексей Кобзев совершил невероятный рывок и опередил ставшего третьим Александра Полосухина на ничтожные 0,7 секунды. Победу в классе П-5 Сергея Костюкова сенсационной не назовешь. Рыковчанин давно зарекомендовал себя как один из быстрейших пилотов, выступающих на автомобилях до 1,4 литра. А вот второе и третье места Вадима Селищева и Игоря Журавлева можно отнести к разряду неожиданных. Селищев произвел хорошее впечатление своей скоростью в прошлом году на гонках Кубка Украины. Однако с таким количеством одноклассников, а их было 11 экипажей, ему бороться ранее не приходилось. Ощутимо добавил и Журавлев, что позволяет надеяться на действительно интересную борьбу в этом классе в последующих гонках. Как организатора национальной гоночной серии Кубок Лиманов хочу всех любителей, поклонников и спортсменов поздравить с успешным началом нового спортивного сезона. Конечно, мне тяжело судить о своей работе, но я думаю, что оценку моей работы должны дать сами спортсмены и зрители. Очень понравилось, уже полгода нигде не ездил, это первый выезд в этом году. Все замечательно, организация, трасса отличная, все понравилось, куча положительных эмоций. Очень интересная гонка, трасса очень интересная, есть и ходовые моменты в трассе, есть интересные повороты. Хорошая гонка, мне очень понравилось. Гонка получилась, думаю, супер, очень большое количество участников, постоянно борьба была на трассе за каждую секунду. Подготовка трассы хорошая, очень понравилась, и конфигурация интересная. Классная, организованная, как обычно. Воспоминания положительные, потому что трасса очень интересная была, при том она сейчас, в этом году ее намного лучше подготовили, ее убыстрили, а нам такое нравилось, поэтому мы получили море удовольствия. Хорошая трасса, и скоростная трасса, и есть достаточно сложные повороты, и сложные участки, ну и трасса интересная, нам очень понравилось. Такие гонки надо организовать почаще. Еще запомнилась хорошая подготовка трассы, то есть трасса сильно не разрывалась. Спасибо организации, просто все идеально, не к чему даже придраться, все просто шикарно. Мы довольны, приятная уставость. Виктору Александровичу спасибо за приятное мероприятие, очень все классно. Гонка очень понравилась, трасса достаточно интересная такая, она как бы сложная, скользкая, во-первых. Все замечательно, все понравилось. Ну, во-первых, Кубок Лиманов, он сам по себе получается такой компактный, скоротечный, то есть, ну и достаточно интересный. Такая интересная гонка, интересный вообще формат, как говорится, развивается, и от года к году большинство участников все растет и растет. Рекорд количества экипажей для украинского ралли. То есть, только экипажей не заявлялось на украинских гонках еще никогда. Ни на каких. Ну, то есть, за исключением Ялты, которая была этапом АРС. Отлично, трасса подготовлена превосходно, мы были здесь в том году, и она сильно отличается от прошлого года, стала намного скоростнее. Кубок Лимана мне понравился, красивые гонки, организация хорошая. Поэтому там один день, утром ночной, вечером заканчивается. Даже турецкая федерация, турецкий телевизор говорит всегда, Кубок Лиманов, много гонщиков ехать. Спасибо, потому что организация очень классная. Один ошибки не было. Кто работает, мы вместе как это... Большое спасибо, огромное спасибо, потому что ошибки... Один ошибки не было. Самые теплые слова благодарности хочется выразить в адрес предприятия Черномор и СПД Бурняшев, благодаря которым состоялся первый этап национальной гоночной серии Кубок Лиманов ралли Черномор. Зрители очень тепло и восторженно принимали участников гонки и наблюдали за ходом соревнований. И неспроста, ведь помимо первого этапа национальной гоночной серии Кубок Лиманов, здесь же проходил зачет и Кубка Крыма по автомобильному ралли. Поэтому было достаточно много местных спортсменов, которые активно мороли за победу. После окончания соревнований организаторы, как всегда, постарались устроить зрелищную программу для зрителей и гонщиков. Добрый вечер, Черный морг! Добрый вечер, Черный морг! Ну что, ребята, жарко! А это мой колечок! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну а следующий этап пройдет в Николаеве Как организатор ралли Николаев, которое будет 1-2 июня в городе Николаеве, я приглашаю всех спортсменов и болельщиков принять участие и поболеть за наших участников на наших соревнованиях. Для спортсменов мы в данный момент сейчас готовим трассу. Подготовка идет в полную силу. Я думаю, всем понравится. Мы вас очень сильно ждем. И в заключение программы, как всегда, анекдот. Один приятель говорит другому. Моя жена ездит как молния. Что так быстро? Нет. Постоянно попадает в столбы и деревья. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok